Мурманские готовятся к проведению детских новогодних представлений. Ёлки состоятся в столице Заполярья с 20 по 25 декабря. О том, какие сюрпризы подготовили для юных мурманчан, расскажем далее. В Мурманской детской театральной школе юные актеры репетируют, ведь совсем скоро их закрутит вереница новогодних ёлок. Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года крыса веселят своих друзей и очень ждут, когда к ним на спектакль придут маленькие гости. Для юных северян подготовили мини-представление «Сюрприз» и постановку «Тайна пропавшего снега». Самое главное, что то, что я хотел здесь увидеть, это напряжённая атмосфера подготовки. Причём она напряжённая не только потому, что мало времени осталось, а ещё и по тому желанию актёров работать, которые они мне сегодня продемонстрировали. Ну, конечно, это всё очень здорово. И выяснилось, что актёрам-детям больше всего нравится работать со зрителями-детьми. Всего в городе запланировано провести 16 праздничных представлений. Они состоятся в период с 20 по 25 декабря в детской театральной школе, в спортивной школе номер 14, в школах и гимназиях. Всего городские новогодние ёлки посетят 2,5 тысячи детей. Это дети, которые заслуживают того, чтобы администрация города отметила их. Это дети, которые хорошо учатся, которые достигли каких-то очень серьёзных результатов в своей работе, причём не только в учёбе это может быть. Дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Тоже вот такой сухой термин, но это как бы правда. Дети, у которых нет родителей. И, конечно, хочется создать для них настоящий праздник. Каждый из маленьких зрителей получит подарок, обещает организатор Ёлок. Дети, у которых нет? До свидания.